Друзья, вышло новое обновление в GTA 5 и 100% ты захотел себе какой-нибудь самолётик, но денег на его покупку нет. Не расстраивайся, братан, ведь у нас в группе по прокачке есть для тебя целых 11 наборов, которые сделают тебя по-особому богатым. Вдобавок, тебе не придётся играть на другом аккаунте, ведь мы качаем без приноса персонажа. В общем, заходи, качайся, ссылочка будет в описании под роликом. Про Петер, может ты будешь крутиться, может мы всё-таки взлетим на этом самолётике, или надо что-то, я не знаю, может куда-то нажать. Офигеть! Ребята, это вот как раз таки про этот самолёт и говорили, что он реактивный, вы посмотрите! Всем здарова, дорогие друзья, с вами Кузака, и сегодня вышло новое обновление в GTA 5 онлайн. В этом обновлении добавили очень-очень много авиации, много всяких самолётиков, которые могут стрелять, уничтожать, летают по всему городу, даже некоторые садятся на воду, а ещё один самолётчик даже может как ракета взлетать, это офигенно очень. Так, друзья, давайте сразу зайдём в интернет и посмотрим вообще, что у нас здесь есть. Я, конечно же, ребят, уже все самолёты купил, чтобы не ждать, пока мне их доставят в мой новый ангарчик, и, в принципе, всё по-быстрому вам показать. И также здесь добавили Дельтаплан, вот такой вот самолётик, он очень-очень низкий, кстати, вот сразу можно заметить, и вот такой вот вертолётик. Кстати, он очень сильно похож, как будто он на пульте управления, вы посмотрите, просто какой-то как будто с Алиэкспресс. И всё это стоит очень больших денег, ребят, очень больших. Так что, ребят, меня сегодня мой баланс очень сильно спас. Ребят, а где эти все самолёты хранить? Это нам поможет вот этот сайт Мейсбанк, и как раз таки здесь у нас появились специальные ангары. Раньше мы здесь покупали бункеры, а теперь здесь мы как раз таки покупаем ангары для самолётов. Можно купить, получается, в международном аэропорту, либо на военной базе. Но я купил самый дорогой, потому что он самый большой и, в принципе, самый, ё-моё, крутой. Там особо ничего такого нету крутого, но если хотите, я сейчас ставлю анимацию, когда я в него входил, мне там всё разъясняли. Но там ничего особого прикольного нету. Блин, здесь нереально крутые, реально самолёты. И, кстати говоря, тут ещё что-то есть. А чё у меня там трупы лежат? Просто так. Я чё их зверю? Чувак чё-то телек смотрит. О, там Рон говорит, типа чё-то. Да-да-да. Пьяный такой голос. Ты тоже смотришь, это вот? Да-да-да! Вообще охрененно. Израю все. Израю все. Сейчас опять некоторые будут с этого говорить. Всё да, ничего. Русских хейтит в GTA 5 в американской игре. Так. Он вообще стерка-то дебил. А это Рон, походу, этих двух слил. Он ещё вообще ничего не делал, он такой бояка. Трус. У него какая-то перевязка влево на колен. Ой, это из трейлера там была фраза. Ой, это мой партнёр. Так это у него сломанное колено, ему Тревор сломал, типа. Вот Тревор, главное, Рон. Да красавчик, такому уроду он. Ну да, кстати. А чё, чё, чё? Я не могу, но вот это так сделать реалистично просто. Как же это круто. Да, кстати, на самом деле очень прикольно, даже как мульти какой-то. Да не мультик, а кино. Смотри, смотри. Там кто-то заходит. Да не спойли, не спойли, не спойли. Это мой босс. ЦНС, хотите спойлер прям годный. Рон умрёт? Хотите годный? Нет. Чё, чё? Это, короче, есть компьютер, в котором можно... В смысле он босс? А, ну мы проходим потом. Я чё, чё, не понял, типа Рон, он это? Он объясняет, он здесь как бы, там подошёл вот этот вот щелик. Он делает эти все бомбы для самолётов. Блин, классно. А Рон тебе всё показывает, в принципе. Это типа твой ангар. Да это я просто вот так вот... О, здесь пипка, выпивка. Увлекательно. Я понял, все это вырежут. Отлично, всё. Да мне вот этот оба от Рона, он уже здесь долго объясняет. Чё, если человек замен мне дас какой-то про то, что объяснил? А кто ему вообще распоряжался этому Рону, чтобы он в моём офисе вот так вот гадил? Он там всю мою кровать загадил? Я купил, получится 5 миллионов. Ты его внезапно купил, он не успел убраться. Да-да, не успел убраться. Так, ребят, ну что же, вот я и вошёл в мой ангарчик. И сейчас мы посмотрим на некоторые самолёты. Я думаю, что мы на все не будем смотреть сегодня, потому что получится очень-очень большое видео. А мне сегодня, точнее сегодня, у меня вообще большие проблемы с интернетом. Я просто не могу загружать большие видео по 30 минут. Это займёт у меня 5 часов, что ли, вот так вот. Вы просто посмотрите на эти самолёты, ребят. Вы когда-нибудь такое видели, мы всегда катались там на Титанах, на Люксорах, а теперь вы просто посмотрите на эти офигенные самолётики. Они как будто, знаете, со Второй мировой войны. Вот посмотрите просто, он как будто какой-то немецкий, прям такой фашистский самолётик. Это так выглядит круто, ребят, просто очуметь. Вы посмотрите также на этот вертолётик. Да, короче, на всё смотрите, зачем я вам это всё показываю, точнее не показываю, а рассказываю. И больше всего меня убило вот этот вот пропеллер у этого самолёта. Он такой маленький, и, ребят, как он просто на нём будет взлетать, я не понимаю. Короче, мы сегодня посмотрим, как вообще он будет реализован, этот самолётик. А вот это, это вообще такая мильзипуперная штука. Я думаю, что если будет какие-то неровности на поверхности дороги, то он просто будет царапаться и может даже взорваться. Но это мы, конечно же, тоже всё проверим, друзья. Ну и здесь более такие обычные самолётики. А, нет, это вообще не входит в обновление, мне его бесплатно дали, когда я купил этот ангар. Так, а это наш Дальтаплан как раз-таки. Он тоже какой-то специфичный, мне кажется. Его тоже можно модифицировать. Да, друзья, теперь, ё-моё, самолёты можно модернизировать. Я просто посмотрел на этом самолёте. Офигеть, что там можно поставить, и вы просто посмотрите. Короче, давайте сразу зайдём в первый самолётик и посмотрим, что там вообще можно в нём модернизировать. И потом на нём покатаемся, ребят. Так, офигенно он так входит в кабину. Блин, как же это ретично. Интересно, сколько там вообще мест в нём? Я даже не посмотрел, когда я его покупал. Там уже 100% написано. Так, 5 мест. Но, в принципе, нормально. Для этого одно, для этого два, для этого еди... Ну да, он истребитель, получается. Ладно, пофиг. Давайте, короче, его сейчас модернизируем. Офигеть. Броню можно для самолёта. То есть, если вы... Вы вообще никак не помнётесь, если во что-то вырежетесь. Даже не взорвётесь, мне кажется, с этой бронёй. Это очень важная штука будет теперь для самолётов. Кстати, теперь можно любой самолёт загонять и можно его модернизировать, как я понял. Всякие титаны там или большие самолётики. Это, ё-моё, очень, ё-моё, круто. Так, средства противодействия, в смысле, отражатели. Это как можно понять? Ладно, давайте всё купим. Белый дым. Я хочу себе синий дым, потому что у меня синий цвет моего канала и будет синий дым. Всё, в принципе, логично. Двигатель, конечно же, прокачаем. Вот что плохо, здесь нету, как у машин, вот таких вот полосок, типа ускорение, там, скорость, манёвренность. Было бы, кстати, очень круто. Так, здесь плавная, спортивная, гоночная. А я даже не знаю, какое лучше взять, но я возьму гоночная, потому что она самая дорогая и, возможно, она сыграет нам на руку когда-нибудь. Опа, на! Вы посмотрите, здесь ещё такие раскраски. А я возьму, знаете, какую раскраску? Не знаю. Так, сейчас, 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 сейчас. А я возьму синюю, потому что она мне сейчас подойдёт под мой цвет и всё будет хорошо. Так, основной цвет, банда, у меня будет вот такой синенький самолётик. Очень даже прикольно смотрится, в принципе, вот так вот. Всё, даже ничего не буду здесь делать. Интересно, можно затонить? Нет, затонировать стёкла нельзя, было бы, кстати, очень круто. Так, продать нет? Ускоритель. Опаньки! А вот это, кстати, и тема. Если они будут серьёзно помогать, как-то вот эти маленькие штучки, то офигеть как круто. Так, и оружие, бомбы, бомбы! Он может просто, как на войне, там сбрасывает бомбы. Это так топово, ребят. Это очень топово. Так, разрывные, кассетные, они самые дорогие. Я не знаю, как это... Кассетные, значит, их будет как-то, возможно, побольше. Но мы это всё сегодня узнаем. Так, 7-миллиметровая турель. Хорошо, вот она как раз там появилась. Довольно топово будет это всё смотреться. Так, ну и, в принципе, мы его прокачали. Теперь давайте покинуть ангар. Выйти из транспорта, да, давайте покинуть ангар. Всё, покидаем ангар вместе с нашим самолётиком. О, да, и мы сразу на полосе взлёта. Ну что ж, кстати, теперь нас военные не трогают, когда мы купили этот ангар. Теперь мы просто здесь свои, так сказать. О, это от первого лица. Да, первое лицо, извиняюсь, ребят, сейчас включу нормальное. Так, ребят, вот так выглядит салон этого самолёта. Столько много всяких здесь приборчиков, всё это круто. И такой вот большой салон с дальним таким вот отсеком багажа. Очень даже круто смотрится. Сразу видно, что какой-то военный самолётик. Что ж, давайте постараемся залететь. О, ускорители серьёзно работают, вы посмотрите. Так, чтобы открыть... Так, хорошо. Удерживайте. Опаньки. Так, задействовать перецел для бомб... Бросить бомбу. А если удерживать? Ой, как это круто. Так, а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, я на военной базе это всё сделал, ё-моё. Так не надо было делать так. А как мне... Почему у меня так... Почему он так странно взлетает? Почему у него... Вы посмотрите, как у него повернулись эти штуки. Так, как мне это поменять-то можно? О, вот, да, всё, нашёл, как это поменять. Теперь он у нас не вертикально взлетает, а как раз-таки горизонтально, как обычные самолёты. Ещё я что знаю? Что знаю? Вроде ребята говорили, что он может садиться на воду, но сейчас мы это, конечно же, проверим. Может он садится на воду или нет. Сейчас, секундочку. Так. Я боюсь реально сесть. Так. Я как понял, он садится. Да, да. Да, 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 ребята. Это такой универсальный самолёт. Вы посмотрите, я просто сел на воду на самолёте. Как же это, ё-моё, круто. Конечно, был ещё один такой маленький кукурузник Додо, который мог как раз-таки на воде, но он больше нигде не мог садиться. Нет, он вроде на песок ещё мог садиться и всё. Но, ё-моё, это вообще универсал. Он может со всего стрелять, даже там есть миниган. У меня есть небольшой фрагмент, как я с него стрелял уже. А ты чё так низко летишь-то, как-то мне страшно, слышишь? Не знаю, но ему, кстати, долго летишь. Кстати, вот этот турель, она, мне кажется, для других самолётов. Тепровее, тепровее надо. Я знаю. Вот с пулемёта просто по дороге не пострелять, только получается по воздушным целям. Она просто вниз не опускается, эта пушка, ребят. Вот это, конечно, минус. Очень сильный минус. Кстати говоря, этот самолёт, его можно модифицировать прям жёстко. Чего, блин? Да я там не зажарю, потому что здесь как-то это огонечки рядом со мной, как взец. Нет, это очень прикольный самолёт. Его реально очень хорошо можно модифицировать. Жесть, ребят. Он очень-очень бронированный. Вот, смотрите. Я с ребятами до этого играл, но у нас что-то не вышло вообще записать обзор, потому что мы друг друга просто перебивали, и я решил сейчас всё это один записать. По манёвренности, что могу сказать, он отлично управляется. Можно в любую секунду повернуть, и нам ничего никто не сделает. Давайте сейчас выйдем на шоссе и постараемся пострелять бомбочками. Так, с пулемётов, с ракетой ни с каких больше не могу стрелять, но мне, в принципе, будет бомб достаточно на этом самолёте. Так, давайте теперь включим вид. А, а как включить вид-то? Я хочу смотреть, как я бросаю эти бомбы. Так, как-то можно, мне же объясняли. Я чуть-чуть забыл, на какую клави... Вот, всё. Давай. Дун-дун-дун-дун-дун-дун! Офигенно просто. О-о-о-о! Каеф! Просто каеф! И посмотрите, сейчас придёт просто всем бой! Всем просто придёт волна смерти. Так, я забыл, как переключить всё. Вот так вот переключить это всё. Охрененно просто! Когда вот целой волной сбросываешь эти бомбы, никому ты не даёшь просто шанса. Сейчас я играю один сессии, чтобы мне никто не мешал, потому что хочу вам именно показать смысл этого обновления. Кстати, вроде как, рокстаровцы ещё обещали гонки вот на этих самолётах. И если ещё будет в ГТ-режиме, то это будет просто очень классно. Очень, ё-моё, классно. Просто нету слов на это. Так, ребята, ну что же, я прилетел. И теперь у нас на очереди вот такой вот, ё-моё, истребитель. А-а-а, какой же он красивый! Он просто как какая-то сарделька с крылышками. Вот прям вот так вот и можно назвать. Так, я как понимаю, у него будет вообще вся тяга исходить вот как раз-таки из его заднего отверстия, можно даже так сказать. И, короче, давайте сейчас мы его модифицируем и покатаемся на нём. Я думаю, что на нём будут уже какие-то ракеты стоять на крыльях, и мы можем уже будем бомбить. Потому что это прототип какого-то, я не знаю, лайзера, гидры. Возможно, что-то такое будет. Ну, всё-таки он косит под какой-то военный самолёт всё же, да. Так, опять же, броня. Это всё, в принципе, привычно нам. Так, я не понимаю, как это может нам вообще предотвратить захват цели выпущенной ракетой. Да-да-да, всё понял. Нихрена я не понял почти. Ну, ладно, поставлю, потому что это нам сыграет на арагу. Вроде там что-то с ракетами будет связано. Так, подвесные баки. Это... Я думаю, что эти баки нам вообще никак не помогут. Только нам помешают нашему самолёту взлететь, потому что они будут как-то царапать. Пофиг, не буду их ставить. Давайте поставим всё, что просто нужно. Так, управление. Конечно же, гоночное ставим, потому что это истребитель, а он нам поможет. Так, раскраска. О-о-о, как же мы... О-о-о, там ещё звезда, он как будто советский просто самолёт. Как же это офигенно смотрится. А-а-а, камуфляж, камуфляж просто, ребят. Это такой шик. Это просто очуметь. Это... У меня слов просто нет. Я не могу никак выразиться по-нормальному. Вы, наверное, чувствуете вот это у меня в голосе, не знаю, волнение. Не волнение. Так, ладно, давайте поставим самое подходящее ему. А ему всё подходит, ему всё подходит. Я даже не знаю, что выбрать такое, что, возможно, хорошо подойдёт. Так, где-то я видел такое прям, то, что мне понравилось. Пофиг, давайте поставим рандомное, потому что мне всё нравится. Я поставлю такое, оно больше всего ему подходит. Раскраска. А краска теперь, наверное, если я банду поставлю... Нет, она сюда никак не подходит. Да, это никак просто сюда не подходит. Так что мы, наверное, возьмём классический. И возьмём какой-нибудь зелёный цвет вот такой вот. Я не знаю, там как-то особо не видно, что ли. Давайте возьмём оливковый зелёный. Суть это не меняет, никак на нашу скорость не повлияет. Так что... Так, теперь получается оружие. Самонаводящиеся ракеты. Вау! Вот это уже тема, ребят. Так, и что, больше ничего получается, нельзя на него поставить? Хорошо. Продавать мы, конечно же, его не будем. Ладно, давай тогда покинуть ангар. И сейчас мы на нём как раз-таки полетаем, опробуем его в деле. Ой, какой же он просто красивый. Я сейчас играю, как будто, не знаю... Ладно, ну вы поняли, во что я играю. Я там во всякие варфейсы, не варфейсы, хотя я в эти игры никогда не играл. Но мне сейчас напоминает, не знаю, какую-то военную игру просто, ребят. Офигеть, он ещё так быстро сразу затронулся с места. Но по управлению он хуже всяких гидр, потому что он... Ну, я не знаю. Не знаю. Может у меня сейчас какие-то другие будут прелести, преимущества. О! О! Да-да-да! Вот это вот я хотел. Это вот как раз-таки хорошо ночью вам показать. Как раз-таки дым из жопы из его хорошо исходит. Боже мой, как же я говорю, это всё похабное, ребят. Так, давайте всё-таки опробуем ракетки какие-нибудь. Ну, это обычные ракеты, как на других самолётах, мне кажется. Они ничем не отличаются. Да-да-да, да. Он даже пускает по две штуки. Я никак не могу замедлить там его ход. Я сам даже... Короче, ребят, самолёт вот этот... Ну, не знаю, он только по виду очень хороший. Мне он что-то вот ничем не зацепил. Вот всякие лейзеры намного лучше его будут. Ладно, ребят, давайте сейчас заедем в ангарчик и посмотрим ещё один самолётик. Так, ребят, давай теперь посмотрим вот на это ямое чудо. С таким вот маленьким пропеллером просто. Я не знаю, для чего ему такое вот сделали. Он же даже никак не взлетит. Я серьёзно не понимаю смысл этого самолёта. Как он вообще будет реализован? Давайте как раз таки и посмотрим. Так, получается модифицировать. Хорошо. Броня, естественно. Так, теперь опять же вот это всё мы ставим. И, конечно же, синий дым его поставим. Так, бомбы. Он, получается, может ещё бомбы сбрасывать, что очень, кстати, прикольно. Так, он серьёзно, опять же, похож на какой-то фашистский самолёт. Я не знаю, почему у меня с ними вот такая вот ассоциация идёт. Но, блин, реально чем-то напоминает. Я когда был в музее техники, реально там такие вот самолётики стояли какие-то необычные, что ли. Для своего класса. Раскраска. Так, опаньки. А здесь раскраски. Он, блин, какая-то пчёлка такой маленький. Такое у неё днище. Блин, пчёлка, реально. Так, какие-какие-какие раскраски лучше всего к нему подойдут? Я, наверное, возьму такую. И сейчас вдобавок... Вдобавок... Так, 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 нет, 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 нет. А краску возьму, основной цвет, бан. А, не знаю, как это нам помогло. Но чё-то я чуть-чуть даже ничего не убил. Банда. Ну, кстати, хорошо вот так вот смотрится. Мне так вот лучше подходит, да. Синий цвет под фиолетовый. Вполне, вполне, вполне. Так, оружие. Самонаводящиеся ракеты, опять же. Ой, как же он просто перелестно выглядит. Очень, очень, ё-моё, красивый самолётик. Но, правда, мне кажется, он просто даже не взлетит на таком пропеллере. Но это нереально. У меня такой вот, это, вентилятор стоит дома для охлаждения. А вот такую махиду поднять, это просто нереально. Ну, возможно, там сзади у него есть тяга. Выхлопные трубы. Я не знаю, как они правильно называются. Я в самолётах не бум-бум. Улучшенный ускоритель. А, да, 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 да. Вот как раз его ускоритель. Давайте возьмём 200 тысяч долларов. Боже мой, плакали мои миллионы. Хотя у меня там миллиарды, так что мне насрать. Да, друзья, если что, это всё у меня прокачали в моей группе по прокачке. Если хотите, то заходите. Там много всяких вкусных наборов специально для обновления есть. Так, ну что ж, давайте покинем ангарчик. И сейчас опробуем его в деле. Так, ну что ж, давай, взлетай. Аааа. Чё-то, как-то да. Пропейнер. Может, ты будешь крутиться? Может, мы всё-таки взлетим на этом самолётике? Или надо чё-то, я не знаю, может, куда-то нажать? Аааа! Офигеть! Ребята, это вот как раз таки про этот самолёт и говорили, что он реактивный. Вы посмотрите! У него ещё почти вот этот нитрадец стамина. Можно даже так её назвать. Офигеть, ребята, это так классно. Офигеть! Если у вас ещё там ускорить картинку, то там вообще будет какой-то блеватрон, можно даже так сказать. Капец! Вот в чём смысл этого самолёта был, друзья! Вот в чём смысл-то был! Так, хорошо, понял. Так, давай. А как бросить-то ракеты? Я хочу как-то научиться бросить ракеты. Так, этим я уже научился. Хорошо. Сбросить бомбу, пока вы летите под таким углом. А под каким надо? Вот под таким? Ааа, под таким тоже не получается. Ладно, всё понял, хорошо. Ааа, реально, под каким? Вот, всё получилось. Так, давай теперь вот так. И бросаем ракеты. Дон-дон-дон-дон-дон! Точнее бомбы, какие ракеты. Дон-дон-дон-дон-дон-дон! Ааа, как же это кайфово! Просто сейчас придёт всем боль. Но, правда, мне надо как-то получше выровняться на дорогу. И уже всем просто сделать бом-бом-бом. Так. Да, давай, давай, давай! Бросай, бросай, бросай! Подбей кого-нибудь! Да, мы зарвали там что-то! Как же это офигенно смотрится! Всё, прощайте машины, прощайте все люди! Знаете, что я хочу сейчас ещё сделать? Там же есть гора города и там нудисты, ребят. Давайте им сейчас зададим жару за то, что они бегают без трусов. Вот сейчас они офигеют. То, что к ним прилетит на голову. Так, давай. Нет, 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 не та штука. Вот такая вот штука я хотел сделать. Всё, и он просто полетел как реактивный самолёт. Как же это просто классно! Я просто восхищаюсь этим самолётом. Так. Да, давай, давай, давай! Бросай, бросай, бросай! Да, получайте, нудисты, чёртовы! Вот так вот вам! Всё! Ой, я чуть-чуть в чилят не влетел. Блин, просто офигенный самолёт. Я уже заплевал весь микрофон от... От того, что я восхищаюсь. Я просто сейчас нахожусь под экстазом, можно даже так сказать. Так. Ага, у меня закончились бомбы. То есть у неё не вечные бомбы. Вот что плохо, ребят. То есть я сейчас вот, к примеру, если захочу пострелять, то у меня уже ничего не получится. Вот смотрите, сейчас я как-то это смогу. Так. И давай, бросай. Всё! Всё, они у меня иссякли. У меня сейчас было просто предупреждение, что бомб у меня уже нет. Ребят, я думаю, что мы на этом серии закончим, потому что у меня просто интернет сейчас очень сильно тупит. Я не могу никак загружать сильно большие ролики. Из-за этого завтра, наверное, с утра выйдет вторая часть этого обновления. Там мы ещё посмотрим, возможно, какие-то машины и костюмчики, естественно. Потому что они 100% появились. Я в этом очень сильно уверен. Не очень сильно, а на 100% уверен. Вот так я хотел сказать. В принципе, друзья, с вами был Кузак. Вот такой вот маленький обзор на обновление. Ждите продолжения. Всем удачи и всем до скорого, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok